Дэвид, в этом сезоне вы, в общем-то, обыграли трижды Локомотив. Можно так сказать иносказательно, его на запасной путь поставили. За счет каких качеств вы сумели все-таки переиграть Локомотив и Триярский штаб Дмитрия Вячеславовича Квартального? Привет! Всем сказать иносказательно. Ну, хоть какие-то вопросы. Пресс-конференция после матча «Трактор-Северсталь» длилась одну минуту. Хотя, будь в Челябинске новосибирские журналисты, они бы поспрашивали. В среду было сыграно очень много матчей, но большинство из них потеряли любой смысл. Повеселили лишь «Динамо» и «Йокерет». Я тут не понял один момент. Агрессором в этой драке стал Виталий Меньшиков. Все верно. Он так никогда много и долго не бегал. Но почему агрессора не дали Ерясинину? Ведь он поступил так же, как и Виталий. Странно. И все время у нас появляются вопросы. В России, как вы знаете, появилось неведомое поручение президента. И его стали исполнять весьма разными способами. Об одном из таких мы узнали вчера. Стало известно, что Федерация Хоккея России планирует создать еще одну лигу для ребят 15-17 лет. Я не понимаю смысла в этом. Так планируется снизить число хоккеистов, которые уезжают за океан. Но по мне так это бессмысленная затея. Начнем с того, что ребята, которые будут играть в этой лиге, школьники. И вместо занятий они будут ездить по стране и играть в хоккей. Я понимаю, что в какой-то момент надо делать выбор между спортом и образованием. Но все-таки не в таком возрасте. Кого получит страна, если карьера не заладится? Очередного охранника? Я не понимаю, зачем кто-то придумывать, если существует МХЛ. Вполне себе качественный продукт, который можно улучшить, аккуратно реформировать, но сделать серьезным соревнованием, которое будет интересно людям. Не уверен, что на новую лигу у нас хватит инфраструктуры тренеров да и хоккеистов. И уж гарантированно это не поможет остановить поток отъезжающих за океан. Если всем клубам в лиге создать равные условия и тщательно следить за этим, то многие никуда не поедут. Но это слишком просто, да? В МХЛ продолжается борьба за плей-офф. И вчера были зафиксированы весьма неожиданные результаты. Спутник из Альметьевска неожиданно проиграл в Новокузнецке местным медведям, хотя для хозяев сезон завершен давным-давно. У команды из Татарстана было 5 минут большинства, но они ничего не могли сделать. Большинством сегодня не заладилось дело. Да у нас же сезон не заладился. Пока спутник остался на 8-й позиции, но к нему уже приблизились 5 команд, которые не простят следующие осечки. В Екатеринбурге проиграли белые медведи. Челябинцы, правда, могут всем позволить ошибаться, так как имеют преимущество перед конкурентами по количеству матчей. А щебетские снайперы неожиданно переиграли крепкий реактор. Как и команда КХЛ, новосибирцы пытаются зацепиться за плей-офф. И шансов у них больше, чем у команды Александра Андреевского. На Западе второе поражение подряд потерпели СКА-варяги, а своих земляков из СКА-1946. У команды Льва Бертичевского 69 очков, но на две игры меньше, чем у Крыльев-Советов, которые на 8-м месте. Вчера в плей-офф официально попала Красная Армия. Но это был технический вопрос. На этом я прощаюсь с вами и напоминаю хоккеистам, что в лиге нельзя злить трех человек. Виталия Менчишкова, Михаила Григорьева, а с 12 февраля и Дениса Зернова. До свидания, здоровья вам, если вы не посмотрите эту программу. Тебе просто судье помешал или в мысль о том, что большинство было? Если честно, я сначала вообще не понял, что там было, увидел, что удаление. Помню, что мы в большинстве это самое главное для нашей команды. А так, без проблем. А то, что я думал, ты испугался. Да нет, хорош. Ты же знаешь меня. Нет, в том-то и дело, я тебя знаю. Без проблем, подъедет, попросит, я скину к счетке.